Продолжается программа Утро Нестес и вновь с гордостью говорим о представителях Молдовы, которые добиваются успехов на международном уровне. На прошлой неделе из Италии вернулись победители международного чемпионата по массажу СПА Талент. Александр Романович и Соня Фомина представили парную программу и заняли первое место у нас в гостях. Сегодня Александр Романович, собственно, массажист эстетист, неоднократный победитель международных чемпионатов по массажу, а также человек, который, собственно, наверное, делает массаж с некоторым другим звучанием в нашей стране. Вот почему-то так, мне кажется, что с вами, Роза, массаж приобретает новое какое-то значение. Я вас представлю, президент Ассоциации массажистов и реабилитологов Молдовы, а также судья международных чемпионатов по массажу. Тема яркая. Да. Спасибо большое за обозначение, значение моего принадлежности к массажу, потому что действительно мне давно хотелось обозначить профессию массажиста как более на высоком уровне, чем ее знают наши местные люди, чем наш народ. Знаете, вот с чего я в таком случае начну? Чемпионат по массажу международный, спа-талент. Вот мне казалось, что массаж, это всегда связано с ремеслом, мастерством, но талант. То есть, каким образом талант появился в этом смысловом ряду? Дело в том, что различные чемпионаты имеют различные названия. В основном сейчас чемпионаты связаны с медицинским термином, да, о том, что мы лечим. У нас не зря ассоциация называется массажистов и реабилитологов Молдовы. В Италии на данный момент чемпионат называется спа-талент. Это действительно талант в спа-массаже. Антонио Чирони, который потрясающий специалист в области спа-массажа в Италии, который организовал этот чемпионат, он назвал его именно так. Это его название. Что касается международного, то есть я понимаю, что это были представители различных стран, да? С кем пришлось соревноваться? Давайте для начала обозначим, да, чтобы наши телезрители понимали, насколько это важная победа. Я буквально два слова и сразу дадим слово Александру. Поскольку я судила этот чемпионат уже не первый раз, то сразу скажу, что чемпионат был разделен на две категории. Это в одной категории соревновались итальянцы и другая категория была специально для иностранцев, именно для международников. И Александр с Сони участвовали у нас как раз в этой категории. Но не только участники были международники, у нас были и судьи-международники. Было пять судей из Италии, один судья из Молдовы, это я, один судья из России, Андрей Сырченко, и один судья Лариса Кайбырова из Казахстана. Ну, действительно, большая, я так понимаю, соревновательная программа в том смысле, что нужно много преодолеть. Вот вы, Александр, как вы готовились? Я понимаю, например, да, как готовятся спортсмены, у них тренировки, я понимаю, как готовятся артисты, у них репетиции. Как готовятся специалисты по массажу? Ну, это было где-то, наверное, между тем и другим. То есть это и театр, и спорт, и одновременно не нужно забывать, что массаж – это все-таки оздоровительная практика. Вот. А в данном случае наша программа, ну, откровенно говоря, строилась очень тяжело, потому что и Соня, и я, мы, в общем-то, массажисты индивидуальные. Вот. И работать в тандем массажа, это означает, я уже писал на Фейсбуке, это означает добиться такой слаженности действий, не просто синхронности, а именно слаженности, чтобы это было, эта слаженность, она идет уже на другом уровне, на более тонких… На энергетическом и духовном, это надо думать одинаково. То есть вам нужно так работать, чтобы человек, над которым вы работаете, просто потерял ориентацию, кто есть, где и чьи руки в данный момент где находятся. Программа строится из того, что вы сначала строите какую-то концепцию, то есть у вас должна быть какая-то мысль, исходя из того названия, которое вы озвучили. Давайте мы озвучим телезрителям «релакс, тандем, массаж, инь-ян». Да. То есть уже какой-то ассоциативный ряд, конечно, выстраивается, то есть философия, мужское, женское, да, то есть… Да. Именно исходя из этого «инь-янь», и потому что участвует мужчина и женщина, это как бы вот исходя из традиционной китайской медицины, нормальное, плавное, беспрепятственное перетекание мужского и женского начала, мужской и женской энергии «инь-янь» обеспечивает нам с вами гармоничное развитие, гармоничное здоровье. Вот. И вот эта идея вошла, стала центральной, вокруг чего и строилась вся наша программа. То есть мы должны были построить нашу программу таким образом, чтобы передвижение «инь-янь», мужчины и женщины было беспрепятным и безотрывным, чтобы оно переходило из одного в другое. Вот вокруг всего этого и всё это и должно было… Строилась вся программа, и вся наша задумка шла именно в этом направлении. И вы не сказали, сколько вы готовились? Да, мы готовились, общую программу отрабатывали полгода. По 9 часов в неделю. То есть это очень серьёзная подготовка. Это серьёзная подготовка, поэтому результат у нас был 40 баллов отрыв между первым и вторым местом. То есть это такая чистая победа, когда просто конкурентов твоей не было. Вот, Роза, вас хочу спросить. Александр сейчас рассказывал о массаже как совершенно о каком-то новом направлении, да, не в том понимании. Вот каким образом можно это судить? По какому принципу строится судейство? На каждом чемпионате есть разные категории судейства, да, критерии судейства. Вот я 3 декабря сужу чемпионат мира в Москве. У них 10 критериев судейства. У нас на чемпионате международном в апреле, который каждый год проходит, тоже 10 критериев. В Италии было 4 критерия. То есть техника, эстетика, гигиена или этика, скажем так, да, и еще направление техника, я сказала, по-моему. Я уж точно сейчас не помню, потому что очень много эмоций от поездки и от чемпионата. И мы чутко смотрим по этим критериям, выполняет специалист или не выполняет, есть ошибки или нет. И мы снимаем баллы за каждую ошибку. Если говорить о вот этом результате, ну, Молдовы уже себя, скажем так, успели заявить. Неоднократно при том. Неоднократно. То есть на этот раз это тоже была, ну, скажем так, для вас-то была уже ожидаемая победа или опять же неожиданно? Нет, упаси Господь. Конечно, мы работали с целью победить. Но ничто не стоит на месте. Я хочу сказать, что в этом году итальянцы были уровнем выше, чем в прошлом году. Однозначно. Однозначно, да. Были очень интересные работы, были очень интересные выступления. Вот. И, ну, давайте не скидывать со счетов обычный человеческий фактор. Могло случиться все, что угодно. И надо сказать, что оно таки случилось. Потому что изначально нам обещали, то есть, когда мы вели переговоры и подготовку, нам сказали, что программа будет длиться 25 минут. И мы свою программу строили из расчета именно 25 минут. Туда входили много элементов. Не только ручной массаж, туда входил бамбуковый массаж, остеопатические техники, элементы остеопатической техники. Вот. Но на чемпионате, когда началось, когда нам нужно было уже выступать, не предупреждая нас, программу сократили до 15 минут. Причем мы об этом не знали. Если бы мы знали заранее, мы бы как-то на ходу сориентировались. И как вам удалось выкрутиться? Ну, мы показали то, что мы смогли показать, то, что нам позволило показать по времени. И просто плавно мы программу свернули, так сказать, так, как это, в общем-то, должно было быть, если бы это было бы... Чтобы никто не заметил. И все равно в результате это первое место, с чем вас, конечно же, поздравляем. Очень приятно, когда представители Молдовы за рубежом так представляют нашу страну. Спасибо вам огромное. Нам очень жаль, что с нами сейчас нету Сони Фоминой. У нее продолжаются римские каникулы. Поэтому мы поздравляем и Соню Фомину тоже. Спасибо, что пришли этим утром к нам в студию. Сейчас мы на рекламу прерываемся, а потом программа «Утренный тест» продолжится.